Какие подводные камни имеют процедуру банкротства физического лица? Во всех моих делах процедура реструктуризации долгов была прекращена и все абсолютно граждане были признаны банкротами. Для многих важен вопрос единственного жилья и ипотеки. Какие подводные камни имеют процедуру банкротства физического лица? Всем привет, с вами на связи Наталья Катряева, опытный арбитражный управляющий, эксперт банкротства физлиц, 250 плюс успешных дел. Почему я решила записать это видео? Потому что вокруг банкротства очень много вопросов. Кто-то легкомысленно идет в процедуру, не оценив рисков проведения в отношении его обстоятельств дела, процедуры банкротства. А кто-то наоборот не верит, что долги можно полностью списать под ноль. В этом видео я как раз и разберу подводные камни, чтобы было понимание, что такое реальное банкротство, какие нюансы, тонкости и минусы могут быть. Досмотрите видео до конца, в самом конце я расскажу, может ли кредитор взыскать долг после завершения процедуры банкротства. Итак, поехали. Первый подводный камень. Многие должники об этом не знают, хотя я об этом говорю регулярно. Прожиточный минимум в процедуре банкротства с момента вынесения решения судом о признании вас несостоятельным банкротом, то есть это не с момента подачи документов в суд, не с момента возбуждения процедуры, а с момента, когда суд вынесет решение о признании вас несостоятельным банкротом, вы получаете только прожиточный минимум на себя и иждивенцев при наличии. Какое основание, спросите вы? Основание статья 213.25 закона о банкротстве рекомендую изучить. Что будет с накопленной суммой? Куда она пойдет? Кому будет выплачиваться? Финансовый управляющий при завершении процедуры банкротства, та сумма, которая саккумулируется на вашем счету, то есть эти деньги будут аккумулироваться на счету, который открыт на ваше имя, финансовый управляющий погасит требования кредиторов, которые включены в реестр. От непогашенной части, как правило, добросовестный гражданин в полном объеме полностью освобождается. На тему выплат, на тему, какие суммы включаются в конкурсную массу, какие неприкосновенные в процедуре банкротства, у меня есть отдельное видео. Чем я могу быть полезна? Минута рекламы. Я провожу процедуры банкротства под ключ по всей России. Это моя профессиональная деятельность. Я на этом зарабатываю и делаю результат клиентам, полностью списывая с них долги. Процедуры у меня по всей России, с командой я работаю по всей России. Портфолио вам будет направлено после первичной консультации. А также процедуру можно посмотреть на сайте ФРСБ по фамилии Катряева. Там те процедуры, которые я завершила, как финансовый управляющий. Далее я обучаю всех желающих юристов, и не только, нюансам банкротного дела, если вы хотите начать зарабатывать на банкротстве физических лиц. Эта тема сейчас очень актуальна, и в действительности многие должники нуждаются в профессиональной помощи специалистов. И следующее. У меня есть доступные лекции по самостоятельному банкротству, с образцами необходимых документов и списком необходимых документов для возбуждения процедуры банкротства. Если вы хотите разобраться, прежде чем платить с юристом, что такое банкротство, или хотите сэкономить на юристах, самостоятельно провести процедуру, эта лекция вам поможет. Все подробности в описании. Контакты только в описании. Следующий подводный камень процедуры банкротства. Это тот факт, что возможно, что суд в отношении вас ведет первые процедуры структуризации долгов. Это актуально для трудоспособных граждан. Как правило, суд не вводит процедуру структуризации в отношении пенсионеров и инвалидов. Какие минусы, что будет, если суд ведет первые процедуры структуризации долгов? Важно! Вас никто не заставит платить по графику, если вы на то не дадите свое согласие. И хочу заметить, за всю мою практику ни разу кредитор не представил в установленном законном срок проект плана реструктуризации долгов. Цель как раз введения процедуры реструктуризации долгов. Суд удостоверится, можете вы установить платежеспособность или нет. Кредитор предоставит или вы проект плана реструктуризации долгов или нет. Во всех моих делах процедура реструктуризации долгов была прекращена, и все абсолютно граждане были признаны банкротами. Но какие минусы? Об этом многие молчат. Здесь, к сожалению, придется платить двойные расходы. За обе процедуры вам придется оплачивать и депозит от вознаграждения финансового управляющего, и расходы на проведение процедуры, как правило, так. На тему реструктуризации долгов у меня есть отдельное видео. Подробно я там разбираю нюансы. Можете ознакомиться. Это актуально для тех граждан, у которых есть официальный доход, и кто трудоспособный. Но хочу заметить, что суд может вести первую процедуру реструктуризации долгов и при отсутствии официального дохода. Буквально недавно в своем сообществе я разбирала дело, где я была финансовым управляющим. Как раз суд ввел первую процедуру реструктуризации долгов, а у должника на тот момент был нулевой доход, и должник стоял на бирже. И должник стоял на учете в центре занятости населения. Следующий подводный камень, который вы должны знать, это последствия, предусмотренные законом о нестоятельности банкротства. Статья 213.30 закона о банкротстве рекомендую также изучить. На самом деле существенных последствий их нет. Как правило, те последствия, которые предусмотрены законом для должника, они не актуальны. Пример последствий, предусмотренных законом. Должник в течение трех лет не сможет занимать руководящую должность в органах управления юридического лица. Должник в течение пяти лет не сможет повторно списать свои долги. Должник в течение пяти лет, если будет обращаться за кредитами и займами, закон не запрещает брать кредиты или займы после завершения процедуры банкротства. Единственное, что обязан будет указывать статус своего банкротства, что проходил ранее процедуру. Это вот такие основные последствия. Там есть еще последствия, они прописаны в норме, но там вообще такие прям заоблачные. Для должников, как примеру, должник не имеет права занимать руководящую должность в органах управления кредитной организации. Кому интересно, посмотрите статью. Следующий подводный камень. Ипотека. Многих волнует вопрос, можно ли сохранить залог. Опять же, на эту тему у меня есть отдельное видео, где я подробно разбираю, возможно ли сохранить залог в процедуре банкротства. Вкратце сейчас скажу, невозможно практически сохранить залоговое имущество при проведении процедуры банкротства. Но опять же, задумайтесь, если у вас и так проблемы с выплатой по обязательствам, то и вне банкротства ваше залоговое имущество идет с молотка. Для многих важен вопрос единственного жилья и ипотеки. Нет, здесь данный объект не будет иметь исполнительный иммунитет в связи с тем, что он находится под обременением, то есть в залоге. Единственное жилье, ипотека уйдет с молотка, вне зависимости, сколько там несовершеннолетних детей зарегистрировано. Многие ссылаются на тот факт, что у меня зарегистрированы дети, как так? Нет, если у вас зарегистрированы там дети, и этот залог, все равно объект уйдет с молотка. Поэтому прежде чем брать деньги под залог единственного жилья или брать ипотеку, вы взвесьте свои возможности и оцените, в действительности ли вы потянете это бремя. Но исключения бывают. Какие могут быть исключения, чтобы и залог сохранить, и долги списать? Есть постановление Пленуму 48 по банкротству граждан. Рекомендую тоже прочитать, доступно и понятно. Верховный суд толкует нормы о банкротстве граждан. И вот, если залоговый кредитор, какие могут быть исключения, когда вы и залог сохраняете, и долги с вас могут быть списаны? Это касается сейчас единственного жилья. Если залоговый кредитор в установленный законом срок не включает свои требования в реестр, это двухмесячный срок с момента последней публикации, и если суд отказывает в восстановлении сроков этому кредитору, о включении его требований в реестр, тогда этот кредитор теряет статус залогового. На практике скажу, это единичные случаи. И второй момент, когда можно сохранить залог и списать в себя долги, это уже касается всего залогового имущества. Сохранить залог можно при утверждении плана реструктуризации долгов с согласием с залогового кредитора. На практике также это единичные случаи. По военной ипотеке скажу пару слов, планирую следующее видео записать на эту тему. Есть положительная практика, в пользу военнослужащих она складывается, при условии, что военнослужащие служат по контракту и продолжают службу, и участвуют в программе по военной ипотеке. Суть в двух словах. Обязательство перед кредитором исполняет государство в лице Росвоенной ипотеки, на основании договора целевого жилищного займа и кредитного договора. Следующий подводный камень это продажа имущества в деле о банкротстве физического лица. Да, именно цель потребительского банкротства какая-то. Соразмерно удовлетворить требования кредиторов за счет продажи имущества должника, а от не погашенной части должник освобождается. Поэтому, если у вас есть имущество, любое, которое будет выявлено во время процедуры банкротства, приобретенное до процедуры банкротства или во время процедуры банкротства, это имущество будет включаться в конкурсную массу. На основании все той же статьи 213.25 закона о банкротстве. Из конкурсной массы важно исключается имущество, которое не подлежит взысканию и в рамках исполнительного производства, и при проведении процедуры банкротства. Статья 4.46 Гражданского процессуального кодекса. Пример имущества, которое не включается в конкурсную массу и гарантированно сохраняется с должником. Это единственное жилье, многих этот вопрос интересует. У меня тоже на эту тему есть отдельное видео. А также предметы домашнего обихода и личные вещи, за исключением предметов роскоши, к примеру, компьютер. Также неприкосновение в процедуре прожиточный минимум на должника и его эждивенцев при наличии. Хочу сразу заметить, что на практике финансовый управляющий, как правило, не выезжает по месту регистрации должника, не описывает его имущество, не увозит его велосипед для реализации, чтобы погасить требования кредиторов. На практике так. По закону финансовый управляющий может это делать, но на практике, как правило, такая мелочь в конкурсную массу не включается. Возможно ли сохранить активы? И долги списать, и имущество сохранить. К примеру, автомобиль или земельный участок. На практике такие схемы существуют. На самом деле я против этих схем, потому что это чревато для должника неосвобождением от долгов. Однако знаю все тонкости и нюансы этих схем. Если у вас есть активы, и вы не можете без них жить и хотите банкротиться, то здесь, конечно, подробнее лучше обсуждать порядок ваших действий, и что вам грозит, и какие нюансы на бесплатной консультации, контакты в описании. Следующий подводный камень – это оспаривание сделок. Многие должники боятся. Вот у меня были сделки, они были в рамках периода подозрительности 3 года, все, они будут оспорены, что мне делать, или мне банкротство не подходит. Хочу заметить, не все сделки в деле о банкротстве можно оспорить. И даже когда есть сильное желание оспорить ту или иную сделку, не всегда это предоставляется возможным. Как правило, оспариваются в процедуре сделки, которые были совершены ниже рыночной стоимости, более чем на 20%, и эти сделки совершены в рамках одного года до даты возбуждения процедуры банкротства. Или могут быть оспорены в рамках процедуры сделки с родственниками. К примеру, вы подарили вторую квартиру вашей супруге или маме. Такая сделка легко будет оспорена в рамках процедуры банкротства, тем более, если у вас были на тот момент уже признаки неплатежеспособности, то есть вы не могли исполнять надвижащим образом свои обязательства. Иные сделки оспорить сложно. Если вдруг вы хотите банкротиться, и у вас были сделки, вы сомневаетесь, будет оспорено или нет, какие есть риски или нет рисков по вашим сделкам, опять же, рекомендую подробности обсудить на бесплатной консультации, контакта в описании. Важный момент, сделки с родственниками, там период подозрительности 3 года. То есть, если вы 2,5 года назад условно подарили квартиру маме вторую, на тот момент у вас уже были кредиты или просрочки по обязательствам, то основания для оспаривания такой сделки будут. А теперь давайте я разъясню, сможет ли кредитор, ваш банк, МФО, физлицо, юрлицо и так далее, взыскать долг после завершения процедуры банкротства. Нет, не сможет, если суд освободил вас от долгов. Тогда зачем проведить процедуру банкротства? Тогда какой смысл инициировать банкротство, платить за нее деньги, если потом когда-то кредитор сможет что-то взыскать? Нет, все, долг признается безнадежным и в кредитных учреждениях он списывается с баланса. А иные кредиторы просто не смогут этот долг взыскать. Единственное, что кредитор может подать апелляционную жалобу на определение арбитражного суда. На практике это происходит очень редко. Всего один раз у меня был такой факт, когда кредитор агентства по страхованию вкладов подал апелляционную жалобу и был не согласен с тем фактом, что суд списал должника пенсионерке божьего одуванчика долги. Но тем не менее решение арбитражного суда устояло и должник был освобожден от долгов. Апелляционная инстанция разъяснила кредитор о том, что оснований для отмены судебного акта нет. Опять же, у меня есть на эту тему отдельное видео, в каких случаях суд может не списать долги. Там я также разбираю еще вопрос о добросовестности, потому что суд может не освободить от долгов на основании уже пункта 4 статьи 213.28 закона о банкротстве. А освобождает должника суд от долгов на основании пункта 3 статьи 213.28 закона о банкротстве. У меня, слава богу, на данный момент все процедуры завершены освобождением от долгов, а их очень много. Еще один важный момент. Может ли определение суда, к примеру, через год быть пересмотрено по вновь открывшимся обстоятельствам? Теоретически может, на практике это все тоже очень сложно. Теоретический кредитор, если установит, что вы скрыли имущество или какие-то активы во время вашего банкротства, может подать заявление, соответствующее в арбитражный суд, и возобновить процедуру вашего банкротства. На практике у меня такого еще не было ни разу. Здесь тоже рекомендация. Не скрывайте ваши активы, не скрывайте сведения от финансового управляющего, дабы не было оснований, чтобы кредитор подал заявление о пересмотре судебного акта, о завершении процедуры банкротства и освобождении вас от долгов. На этом по теме видео все. Если вам было полезно, поддержите меня, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. У меня регулярно полезный контент для граждан, которые нуждаются в списании долгов и в решении проблем с долгами. И да, если вы добросовестный гражданин, то суд от долгов вас освободит. На этом все. До встречи в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok